Я по жизни скептик. За 60 лет я много чего в жизни повидал, много где бывал. Меня удивить очень сложно. И когда меня повезли на Байкал, ну я как бы думал, что Байкал это круто. Но не так, как он это казал. Особенно в эту поездку. Все было классно. Начиная от вот этой мистики тумана, из которого потом выплыли берега и скалы. Вот этот переход, купание в озере, пуха, чай, лес, какие-то яки или кто-то, кто там где-то паслят, переходы через речки по скользким бревнам, кимбилдинг, который попутно был. Желтые тюльпаны, которые росли без камней. Это маки. Маки. Да какая разница красивая тюльпы. Красиво, обалденно. Каждый час Байкал поворачивался к нам новой, необычной стороной. И каждый раз эта сторона была необыкновенно хороша. Я приеду в Ростов, я всем своим знакомым скажу, ребята, следующее лето вы все проведете на Байкале. И когда поедете туда, обязательно закажите себе эту экскурсию. А потом вернетесь и скажите мне спасибо. Ну, в общем, перед вами стоит человек, у которого сбылась мечта. Мечта была увидеть Байкал. Но благодаря тому путешествию, которое только что состоялось, мечта сбылась, не знаю, в четырехкратном, пятикратном, десятикратном масштабе, потому что удалось увидеть разный Байкал. Я даже не буду пытаться сформулировать, что я увидела. Просто приезжайте, посмотрите это своими глазами, приезжайте со своими родными и близкими, чтобы можно было по-настоящему разделить эти эмоции. Они потрясающие, они удивительные, и они как магнит. Точно хочется вернуться, точно хочется еще раз все это увидеть и увидеть еще больше. Поэтому спасибо вам огромное. Ну и вообще, говорят, стихи – это то, что нельзя передать продой или словами. Байкал – это как стихи, о нем нельзя рассказать, его надо увидеть.